Сегодня большой переполох в Вашингтоне. Лавров встречался с Тилерсоном, потом с Трампом. После этого Трамп беседовал с Киссингером, что не планировал для того, чтобы лучше понимать, что происходит в России. Трамп, как всегда, заявил, что очень хорошо прошла встреча с Лавровым. Во время пресс-конференции Сергей Витович был более сдержан, но стало ясно, что обсуждался очень широкий круг вопросов. Вот, хотелось бы сказать, что наступило потепление в российско-американских отношениях. Притом, как всегда, журналистов больше волновало, вмешивалась Россия или нет в американские выборы. Сергей Викторович аж надоел отвечать на этот вопрос. Отвечал традиционно, покажите хоть один факт, приведите, тогда будем говорить. Америка – великая страна, кто может вмешиваться в ее дела. Но оставим внутри американские вопросы на другое время. А вот сейчас интересно понять, и для этой цели мы на связи с Дмитрием Сайенсом, выдающимся экспертом и глубоким знатоком того, что происходит. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот произошедшее сегодня в Вашингтоне – это потепление, первая ласточка, это прорыв. Насколько судьбоносно то, что сегодня произошло? Владимир, добрый день. Это, может быть, окажется оттепель, но пока, мне кажется, об этом все-таки было бы говорить преждевременно. Потому что, если вы думаете о оттепеле, то, например, уже в начале 60-х годов, даже в конце 50-х, люди реально выпускали из лагерей, была ослаблена цензура, появились новые люди в советском руководстве. То есть можно было говорить о каких-то конкретных переменах. Пока в российско-американских отношениях я конкретных перемен не вижу. Но я вижу что-то другое и очень важное. Я вижу, что в Вашингтоне открыли дверь, если хотите, для оттепели. А я бы предпочел другой термин – нормализации российско-американских отношений. Потому что я не думаю, что было бы естественно сегодня, и не думаю, что было бы реально сегодня, чтобы США и Россия стали друзьями или даже приятелями. Но вот тот уровень взаимной подозрительности, и я бы даже сказал враждебности, особенно со стороны администрации Обамы, которую мы наблюдали последние годы. Вот это, мне кажется, можно и нужно убрать. И для этого, как мне кажется, президент Трамп и пытается открыть дверь. Если я правильно понимаю, то шла очень серьезная, очень предметная беседа по Сирии. И здесь удалось продвинуться к совместному пониманию не только необходимости борьбы с терроризмом, но и конкретных мер по имплементации зон безопасности, и что надо сделать для того, чтобы действительно решить проблему террора в Сирии навсегда. И здесь мы уходим от политических заявлений прагматичной работе. Мне кажется, Владимир, вы упомянули очень точное выражение, если я вас правильно понял. Общее понимание. Это именно общее понимание, а не общая программа действий. Потому что в той инициативе, которая была предложена Россией, Ираном и Турцией, в ней есть много моментов, которые кажутся в Вашингтоне интересными, но не до конца понятными. Особенно не до конца понятно, какие обязательства должны будут принимать на себя Соединенные Штаты. В частности, что это означает для права американской авиации действовать в зонах деэскалации, особенно если нужно нанести удар по позициям ИГИЛ. Вот все эти вопросы, они, естественно, будут обсуждаться. Но совершенно очевидно, что в отличие от своих предшественников в Белом доме Обамы, в Белом доме Трампа этими вопросами готовы всерьез заниматься, понимая, однако, сохраняющиеся различия в позициях сторон. Вы хорошо знаете, что происходит в кругах близких к Трампу. Зачем он пошел на столь резкий для американской политической системы шаг, как встречу с Лавровым? Сейчас, когда критика Трампа за его возможные связи с Россией, за внезапную отставку директора Федерального бюро расследования, очень высока. То есть он как будто специально говорит, нет, а я приму министра иностранных дел России, и я скажу, что мы очень хорошо встретились, и я скажу, что мы можем нормализовать отношения. Это вызов истеблишменту? Или это тонкая дальняя игра? Владимир, ну, Трамп, как мы уже знаем, человек очень решительный, и человек склонный по своей природе и по своему прошлому телевизионному опыту к таким очень, если хотите, драматическим жестам. Сказав это, надо посмотреть на хронологию, какое решение было принято сначала. Решение о приезде Лаврова в Вашингтон, или решение о увольнении Коми. У меня есть твердое ощущение, что сначала было принято решение о приезде Лаврова в Вашингтон. И как только я узнал, что предполагается его приезд в Вашингтон, то, в общем-то, стало очевидно, что встреча с Трампом весьма вероятна. Потому что если бы дело шло только о встрече Лаврова с госсекретарем Киллерсом, то это прекрасно можно было сделать без лишних противоречий со стороны средств массовой информации Конгресса. Это можно было сделать в Фэрбанксе Аляска, где они оба давны уже завтра посещать арктическую встречу в Верхах. То есть, когда стало ясно, что Лавров приезжает сюда, то было очевидно, что встреча с президентом либо уже обговорена, либо, по крайней мере, весьма вероятна. Я про это услышал еще достаточно рано в понедельник. В это время Коми еще увольнять никто не собирался. То есть, было понятно, что у президента Трампа много вопросов по Коми. Но это было до того, как поступила информация из того же самого ФБР, из Министерства юстиции, что Коми в очередной раз ввел в заблуждение Конгресс, в данном случае по поводу Хилари Клинтон, приписав ей посылку тысяч и тысяч секретных посланий, то есть, с грифом секретности, своей помощнике Хамо Абердино, она якобы передала это своему тогдашнему мужу, конгрессмену Вайнеру. Так вот, оказалось, что никакой секретной информации не передавалось. То есть, то, что Хилари Клинтон сделала, было, наверное, неаккуратно и противоречило правилам Госдепа, но не было нарушением закона. И вот это было очередное доказательство, что Коми позволяет себе говорить не как следователь, а как, если хотите, политик, дающий какие-то оценки в общем и в целом. И он-то делал неоднократно. И вот вчера вновь назначенный первый заместитель министра юстиции, а в Америке, как вы знаете, Министерство юстиции и Генеральная прокуратура, они объединены в одном очередении. Так вот, этот новый человек, который отвечает за наблюдения над расследованием ФБР, и этот человек не какой-то фанатичный сторонник Трампа, а человек, который в свое время был назначен прокурором, президентом Обамы. Его сейчас утвердили на должность первого зама, 94 голосами сенаторов против 6, то есть, иными словами, подавляющее большинство демократов за него проголосовал. Он послал вчера письмо президенту, где он сказал, что Коми ведет себя таким образом, что он абсолютно игнорирует свои обязанности в качестве главы ФБР. Глава ФБР – это выхий следователь, это не генеральный прокурор. Он не решает, кого наказывать, кого миловать. Он не должен давать политические оценки. Этим постоянно занимался Коми. И вот этот человек, Род Роденстайн, рекомендовал Коми немедленно уволить. И Трамп это сделал. Я думаю, что можно было, конечно, в связи с этим немедленно отменить встречу с Лавровым, потому что момент внутриполитической точки зрения был далеко не самый подходящий, мягко говоря. Но это опять-таки Трамп, он решительный человек. Я думаю, у него было чувство ответственности и за российско-американские отношения. И он решил сохранить встречу с Лавровым, не обращая внимания на такую очень сложную внутриполитическую обстановку. Сергей Викторович, тем не менее, вспомнил о дипломатической собственности, которую во времена Обамы неправомочно отторгли у российского государства, и сказал, что вообще-то мы вправе и ответить. Сам факт, что Сергей Викторович об этом вспомнил, обозначает, что обсуждался очень широкий круг вопросов. Ясно, что наши украинские коллеги с нетерпением ждали, когда будет упомянута Украина. И было сказано, что минские соглашения обязательно должны быть выполнены. Но вот вы, читая между строк и оценивая нюансы, произошло сближение в пониманиях? Произошли какие-то намёки? То есть Трамп сказал, как бы, так, слушай, Украина меня не волнует, разбирайся, делай с ними что хочешь. Вот меня волнует Сирия и Иран, который якобы не звучал. Вот давай договоримся. Я думаю, Владимир, вы понимаете, что у меня нет детального понимания, что произошло на встрече Трампа и Лаврова. Я имею какую-то общую информацию, но, как говорят, дьявол в деталях. Но вот у меня нет пока ощущения, что произошёл какой-то прорыв и какое-то общее понимание, особенно по Украине. Есть другое. Администрация Обамы такого общего понимания и не искала. Её позиция по поводу Украины, как мне кажется, была примерно такая. Мы не знаем, как это разрешить, но мы Россию будем продолжать наказывать, потому что она страна-агрессор. И конкретные детали, кто как себя ведёт, кто в какой мере нарушает Минские соглашения, это вторично. Мы будем поддерживать Германию и Евросоюз в этом вопросе. Что касается администрации Трампа, у них подход несколько другой. Они проводили специальное ревью расследования в Госдепартаменте с привлечением других ведомств различных аспектов российско-американских отношений. И, как мне говорили, в ходе этого расследования удалось у всех впечатление, что без какого-то прогрессия по Украине будет очень трудно иметь прорыв на всех остальных направлениях. Потому что на каком-то этапе Россия, конечно, хотя она этого формально и не требует, будет ожидать, что если российско-американские отношения улучаются, то и будет что-то сделано по поводу санкций. А ничего по поводу санкций администрация сделать на данном этапе не может без улучшения диалога и реальных результатов в конечном итоге по Украине. Потому что в Конгрессе есть инициатива ввести новые санкции по поводу России. Я думаю, что если бы президент без прогресса по Украине попытался бы начать снимать санкции с России, то это вызвало бы противодействие в Конгрессе. И в результате вместо смягчения санкций на Россию, Конгресс бы мог принять новые санкции. Поэтому я думаю, у президента есть понимание, что для того, чтобы искать дальнейшего какого-то улучшения сначала диалога, а потом и практических результатов с Россией, нужно достигать какое-то новое понимание по Украине. И это не то, что Вашингтон обязательно волнует какие-то конкретные результаты, но важно, чтобы не было эскалации этого конфликта, и чтобы он постоянно не был вот таким тлеющим зарядом под европейской безопасностью и под российско-американскими отношениями. Зачем Киссинджер? Ведь у Трампа есть собственная команда советников по России. В частности, госпожа Фионы Хилл, которая еще недавно была поддана Великобритании, и которая известна тем, что написала книгу «Путин. Оперативник в Кремле», где дает свою версию психологического портрета президента Российской Федерации. Киссинджер, как я понимаю, мыслит совсем иначе, чем госпожа Хилл. Так кто же теперь определяет взгляды Трампа на Россию? Фионы Хилл? Тилерсон? Киссинджер? Представитель в ООН? Каждая из них говорит совершенно по-разному. Я думаю, что взгляды Трампа по всем основным вопросам определяет сам Трамп. Но у него не всегда до всего доходят руки, и у него не всегда достаточно информации, если хотите, экспертизы. И поэтому до поры до времени он полагается на советы своих ближайших сотрудников, включая, конечно, советника пенсиональной безопасности Кмакмастера, которому помогает Фиону Хилл. Я знаю Фиону много лет, и о ней весьма высокого мнения. Я не всегда с ней соглашаюсь, и я думаю, что она не всегда соглашается со мной, но я абсолютно не воспринимаю ее как человек какой-то активной антироссийской ориентации. Что касается Киссинджера, я могу сказать только одно. Что если бы Трамп предполагал, что возникнет вчера вечером этот скандал с увольнением Коми, то мне очень трудно представить, чтобы он договаривался с Киссинджером, что он сегодня придет в Белый дом в такой обстановке, чтобы вольно или невольно создавать параллели с Уотергейтом. Это только показывает мне, что скандал с Коми – это то, что произошло неожиданно в результате рекомендаций Министерства юстиции, которые Трамп принял. А что касается Киссинджера, они с Трампом знают друг друга, они неоднократно разговаривали во время кампании, они разговаривали после того, как Трамп уже стал президентом. Киссинджер бывал в Белом доме. Киссинджер не просто мудрый человек и очень опытный человек, но у него есть очень редкая комбинация двух вещей. Первое, он действительно в своем молодом возрасте 93 года по-прежнему очень активно следит за тем, что происходит в мире, в том числе в России, и он хорошо знает, насколько можно знать из Америки президента Путина, с которым он тоже неоднократно встречался. Но, с другой стороны, Киссинджер человек, способный мыслить стратегически. Вот когда вы, например, говорите о том, что происходит на Украине, о том, что происходит в Сирии, вот такой человек, как Киссинджер, он понимает, что все эти вещи невозможно разделять, хотя, может быть, нет формальной увязки, но, допустим, если ты говоришь о том, что Соединенные Штаты должны увеличить военное присутствие в Афганистане, а об этом говорит сейчас Пентагон, что в этом есть необходимость. Вот если ты всерьез это обсуждаешь, и хочешь при этом иметь реальные шансы на успех, без колоссальной эскалации, то тебе нужен какой-то элемент понимания с Россией. Потому что иначе уже есть обвинения со стороны Пентагона, что российское оружие начинает поступать Талибану, что там появляются какие-то российские военные советники. Никто не говорит, что это происходит в серьезных масштабах, никто не говорит, что это пока стало реальной угрозой Америки. Ну, в общем-то, мы живем в мире, в котором все связано, и все понимают, что если ты вот на другую великую державу где-то серьезно надавливаешь и создаешь для нее проблемы, то ты не можешь предсказать, где тебе она ответит. И вот такое стратегическое мышление, такая стратегическая картина, ее абсолютно не видел в администрации Обамы, где они все на все смотрели, хотят разобщенно, как на какую-то конкретную ситуацию, как на какую-то мозаику, а не стратегическую карту мира. А у Киссингера стратегическое видение и есть. И в той мере, в котором он может делиться этим стратегическим видением с Трампом, мне кажется, это очень конструктивно. Исходя из всего, что вы говорите, и анализируя результаты пресс-конференции, Сергей Викторович, можно сказать, что наступает эра не политических, а прагматических отношений с Соединенными Штатами. Что, может быть, на этой базе и удастся построить вполне конкретный диалог, маленькими шагами к большой победе. Почти по-китайски сформулировано. Владимир, я абсолютно согласен с тем, что вы говорили. Хотя мы оба знаем, и уже говорили об этом несколько минут назад, что Трамп способен к драматическим жестам. И я ничего не могу исключать, что вдруг какое-то заявление по поводу совместных акций может произойти. Я пока не вижу признаков этого, но исключать я это не хочу. Но давайте называть вещи своими именами. Мы об этом тоже с вами неоднократно говорили на вашей программе. Это администрация в Вашингтоне, это не сентиментальные друзья России. Это Трамп обвиняет в том, что он чуть ли не агент Путина, что Тилерсон получил орден в Москве, и поэтому он будет выполнять московские указания. Это все полная чепуха. Это администрация, приверженная американским национальным интересам. Но чем она отличается от администрации Обамы? Что хотя она готова очень жестко отстаивать американские национальные интересы, она подчеркивает, и последний раз подчеркнул на днях Тилерсон, что американское правительство это не глобальное правительство, что у Америки есть ценности, которым Америка гордится, но это не означает, что ценности это политика, и что Америка будет навязывать свои ценности другим странам, и будет пытаться их агрессивно продвигать. И вот мне кажется, что это создает, если хотите, благоприятный контекст для поиска конструктивных, прагматических решений в российско-американских отношениях. И в самом заключении, американская пресса уже как-то отреагировала на визит Сергея Викторовича, на его блестящее чувство юмора и умения держать себя? Ну, американская пресса сегодня поглощена, конечно, увольнением Коми, и тем, как это увольнение может сказаться на всей администрации Трампа, и уже раздаются голоса, требующие назначения специального прокурора, который бы этим делом занимался, а кто-то уже говорит и о импичменте президента. В этом контексте уже удачно то, что я не слышал пока сообщений, что Лавров приехал давать инструкции Трампа. Уже за это спасибо. Но все основные каналы информации сообщали о том, что эта встреча произошла. Все каналы информации, телевизионные каналы показывали улыбающихся Лаврова и Трампа. И мне было особенно приятно посмотреть на фотографию улыбающихся Трампа и Кисляка. То есть на каком-то этапе вдруг выяснилось, что и с Кисляком можно американским официальным лицам встречаться, не придавая интересы страны. Напомню, что господин Кисляк является послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки. Благодарю вас, Дмитрий, как всегда, блестящий подробный рассказ. И всегда с нетерпением ждем вас на наших передачах.